Уважаемые подписчики, зрители канала, любители и ценители хорошей музыки, всем грандиозный миломанский привет! И как обычно, в первую очередь, хочу выразить огромную и искреннюю благодарность всем зрителям и подписчикам, которые принимают участие в жизни и развитии канала. Вся необходимая информация для тех, кто желает присоединиться в описании к этому видео. Добро пожаловать! 76-е видео о некоторых экземплярах из моей музыкальной коллекции начну вот с этой пластинки. Эта группа раньше называлась Electric Light Orchestra, порту. Честно говоря, два их первых диска показались мне даже оскорбительными для такого названия, слишком коммерческие и слишком по-американски. Но этот альбом вызвал совершенно другие эмоции. Возможно, это связано с приходом человека по имени Парфенон Хаксты, ветерана стиля пауэр-боп и человека с очень английским музыкальным талантом. Парфенон Хаксты Группа активно занималась концертной деятельностью, исполняя как хиты своей прежней группы, так и собственные песни. В группу входили бывшие музыканты, игравшие с Джеффом Лином, Билл Беван, Келли Гроукат, Луи Хлорк и Мик Каминский. Некоторое время спустя Билл Беван группу покинул, но ее пополнили Парфенон Хаксты и Гордон Таунсен. А тут еще Билл Беван продал свои 50% акции Джеффу Лину и последний стал полным обладателем имени Электрик Лайт Офиса. Поэтому оставшимся оркестрантам после длительных судебных тяжб пришлось называть себя совсем уж просто The Officer. И под этим названием в 2001 году они выпустили вот этот альбом No Rewind, на котором звучание группы было кардинально переосмыслено. И получилось просто замечательно. Красота, да и только. Первоначально альбом был доступен только во время тура группы по Великобритании в 2001 году. В 2004 году он был переиздан в Аргентине под лейблом Art Music, а в 2006 году в Великобритании. Из всех песен альбома особенно выделю удивительную кавер-версию песни Beatles Twist and Shout, которая была разобрана до невызнаваемости, превратившись из лихового оригинала в меланхоличный камерный плач. Но ведь не просто оригинально, а на самом деле здорово. Вообще альбом получился очень изобретательным и разнообразным. Много скрипки, виолончели. Правда не обошлось без имитации великого наследия, но это не может не нравиться. Тут традиционное звучание, мелодика. По итогу получился эдакий новаторский возврат к корням. Вперед в прошлое, если хотите. Если вы этот альбом пропустили, рекомендую настоятельно. Но обязательно в избежание разночтений должен предупредить, что эта пластинка издавалась с разными вариантами обложек. Для меня депешмот начался или открылся с альбома «Bled Celebration», который вышел 17 марта 1986 года. Что называется, распробовал на вкус. Шикарная подборка песен без малейшего привкуса коммерции. Мартин Гор говорил, что хотел сделать альбом еще мрачнее, да коллеги не позволили. При этом он говорил, что для него Black Celebration ознаменовал одну из самых важных перемен депешмот. Название альбома, как уверял Дэв Гэн, не имеет ничего общего с черной магией. Скорее, оно о людях, которым нечего праздновать в своей жизни. Как бы там ни было, но все получилось. Причем получилось до такой степени культово, что на песню Striped позже сделали кавер Армштайн, да еще и сопроводили его скандальным клипом. Субтитры делал DimaTorzok На песню о Question of Time был снят интересный и загадочный клип. Агрессивные биты вкупе с броскими клавишными проигрышами создают ощущение драйва и стремительности. Песня – претендент названия песни поколения. Безусловно, Black Celebration – один из лучших альбомов у депешмот. Альбом производит по-настоящему сильное впечатление. Black Celebration называют эпохальной пластинкой, потому что здесь группа окончательно определяется, куда будет двигаться дальше. Депешмот хотели двигаться дальше не только в экспериментировании со звуком. Именно при записи этого альбома четко сформировалась роль каждого участника группы в работе над музыкой. Альбом практически пропитан депрессивным и меланхоличным настроением. Даже такие песни, как Aquation of Time или New Dress, звучат меланхолично, несмотря на всю свою динамику. Кроме того, Black Celebration – заметное очень резкое взросление группы, отход от их основных поп-мотивов и смены стиля на более жесткий. Этот альбом прочертил еще одну черту в творчестве депешмот, давая понять, что таких песен, как раньше, уже не будет. Фактически уже никто не понимал, что можно ожидать в следующем альбоме группы, которая только набирала свои обороты. Самое интересное, что слушать Black Celebration – это удовольствие, которое нивелирует мрачность и тревожность музыки альбома. Удивительно, но это способ вызвать улыбку, какой бы мрачной она ни была. Тогда, после выхода Black Celebration, казалось, что группа достигла вершины. И кто бы мог подумать, что самый знаменитый альбом депешмот еще передел. Пошло уже полтора десятка лет с тех пор, как Эрик Стюарт в последний раз записывал что-либо новое. Крайний альбом этого замечательного музыканта вышел 4 января 2009 года. Очень приятная подборка песен. Мне жаль, что с тех пор он ничего не упустил. Билла Дифференс – альбом Эрика Стюарта. Для забывчивых уже на лицевой стороне обложки написано «Эрик Стюарт Тенсиси». Да, это он – один из основателей той интереснейшей группы, оставившей заметный след в истории. На «Виво» всего 11 песен, но все они как минимум хороши. Преликновенная лирика с сильными мелодиями и очень интеллигентной и красивой гитарой. Эрик Стюарт не только написал и спел все песни, он еще сыграл на всех инструментах, за исключением ударных. С самого начала прослушивания понятно, кто исполнитель, где его корни, и нет никаких сомнений в качестве музыки. Очередное послание блестящего музыканта, которое ясно и понятно. И вот эта простота и серьезность исполнения, которые, конечно, напоминают о корневой группе музыканта Тенсиси, являются тем самым катализатором, который и заставляет эту пластинку слушать с удовольствием. У меня вообще практически постоянно преследует ощущение того, что это все еще Тенсиси, а на дворе конец 70-х. И это неудивительно, это абсолютно объяснимо. Все те же мягкие инструменты, клавишные, фортепиано, гитара, перкуссия с прекрасными гитарными соло. Приятные мелодии, такой знакомый голос, и вроде музыка совсем не танцевальная, но ритмы затягивают и подчиняют. Простая музыка, но так только кажется, потому что с каждым новым прослушиванием она раскрывается по-новому. Совершенно удивительный эффект. Конечно, Эрик Штюарт потрясающе играет на гитаре. Мягко, плавно, аккуратно, в бальзам на уши. А еще при каждом новом прослушивании ощущение легкости восприятия не исчезает. Очень легкая и очень приятная пластинка, но после укусия от прослушивания остается надолго. Так что все признаки классного альбома в наличии. Хрестоматийные, поп-рок, колесо, фтрок, или это что-то другое, да без всяких. И еще. Удивительно, но песню с этой пластинки можно слушать в рандомном порядке. Уверяю, что восприятие не изменится никак. И знаете почему? Это просто очень хорошая музыка. Придуманная и исполненная настоящим мастером. Это очень сильный и цельный. Ли Морган был трубачом в Удеркиндом, родом из Филадельфии. Он боготворил Клиффорда Брауна и проходил музыкальное обучение, играя на духовых в недолго существовавшем биг-бенде, которым руководил другой известный трубач. По хлощокий генератор ветра, известный под именем Дизи Гелеспи. И все это происходило в далеком 56-м году, когда Ли Моргану было всего 18 лет. И вот как раз тогда Блю Нот Рекордс, в то время ведущий джазовый инди-лейбл, предложил ему контракт. И Ли Морган записал свой первый альбом «Ли Морган Индит». Конечно, со стороны Блю Нот подписать такого музыканта было практически идеальным решением. Достаточно сказать, что за время работы с лейблом Ли Морган записал 25 альбомов в качестве солиста и поиграл за это время более чем с двумя с половиной сотней музыкантов. Но вернусь к дебютному альбому – это жемчужина раннего периода в творчестве Ли Моргана. Несмотря на то, что он в то время был еще совсем юным, на альбоме осязаемо чувствуется невероятная теплота и фантазия. Он пропитан уроками, которые Ли Морган взял у Хорреса Сильвера и Арта Блейки, и с полным стилем, который столь же выразителен, сколь и тонк, без излишек и без трюков. Еще никогда джазовая труба так не звучала. Конечно, в записи принимали участие звездные музыканты, такие как Хоррес Сильвер, Кларенс Шарп и Филе Джо Джонс, и вклад очевиден, но лидером этой записи остается Ли Морган. Безошимочно держащий руку на пульсе билборд, уже 2 марта 1957 года в одном коротком абзаце при возносе дебют Моргана до уровня «Top Man on the Horn» хвалится от кик Кларенса Шарпа, а ритм-секцию называет профессиональным. Возможно, это не настолько идеально проработанный альбом, как последующий, но он отлично демонстрирует грозную и неудержимую грудь и Морганом на трубе, позволяя при этом другим инструментам внести свой вклад в более насыщенное музыкальное восприятие. Интересно, что самое первое соло на альбоме исполнено альц-саксофоном, а не трубой, и это соло исполнено Кларенс Шарп. Это выдающийся джазовый альбом, альбом обязательный для любой настоящей джазовой коллекции. 19 августа 2003 года вышел четвертый сольный альбом фронтмана «Джет Ротал» Йена Андерсона «Рупис Дэнс». Сразу скажу, что это хороший альбом. Мелодические по аранжировке – это музыка ближе к темнотам, которые можно найти в акустических или полуакустических песнях поздних альбомов «Джет Ротал». Очень яркий и приятный пример того, как надо выкладывать то, что не вписалось в материал группы. Йен Андерсон в очередной раз вырадовал интереснейшим материалом. Увлечение фолк-музыкой привело к выпуску сольных работ, поскольку это самое увлечение не всегда выписывалось в концепцию группы. «Рупис Дэнс» наполнен духом оптимизма и шалости веков. Все песни сделаны примерно в одном темпе и сложно что-то выделить. Но при этом у этого альбома очень хорошее настроение. Своё название «Рупис Дэнс» альбом получил честь одной из кошек-музыкантов. И о музыке альбома тоже можно сказать, что она написана в честь. Вот заглавная песня точно написана по мотивам или в честь альбома «Хэви Ходз». Во всяком случае, в моём восприятии это именно так. А номер «Lost in Krauss» прямо он носит в акустическое звучание начало 70-х. Голос Иэна Андерсона здесь в отличной форме, такой знакомый и наполненный теплотой. Всё тот же нестареющий вокал, а с годами он хуже не становится. Игра на флейте одновременно мелодична и увлекательна, но по поводу флейта, наверное, вообще неуместно обсуждать. Хотя альбом далёк от инструментальных шедевров, это симфоническая фолк-композиция, что-то вроде акустического альбома «Джетра Тал» без участников Тал. Иэн Андерсон играет на всех акустических гитарах, флейтах, к нему присоединяется большой состав музыкантов, которые играют на басу, барабанах, иногда на электрогитаре, перкуссии, клавишных и различных струнных инструментах. Это очаровательное и приятное сочетание, которое может создать только Иэн Андерсон. Как ни крути, но Иэн Андерсон действительно человек эпохи Возрождения, обладающий множеством талантов, которыми он делится со всеми нами. «Танец Рупи» – превосходный релиз от мастера-композитора. Иногда он кажется слишком знакомым, но, честно говоря, голос и музыка Андерсона звучат в ушах у многих чуть ли не с конца 60-х. А если говорить про себя, то знакомство Джет Рутал я начал в самом конце 70-х. Припозднился, но это не помешало стать давним и преданным поклонником таланта Иэна Андерсона и сотоварищей. На первый взгляд, Рот Стюарт и Джулс Холланд не самая подходящая пара. Рот Стюарт провел большую часть последних 60-летий, укрепляя свой статус одного из самых энергичных и ярких певцов, и авторов песен своего поколения. Джулс Холланд, бывший участник группы «Сквиз», является лидером группы и ведущим серии выступлений «Лэйтер» вместе с Джуссом Холланд. Но музыка может соединить практически все, что угодно. Рот Стюарт, артист талантливый, многогранный, всегда любил пробовать себя в разных жанрах. На этот раз он записал альбом каверов на классические хиты и биг-бэндов 50-х. Для записи Рот Стюарт пригласил оркестр Джулса Холланда «Джулс Холланд and his rhythm and blues office». И выбор оказался правильным. Музыканты нашли друг друга. И записали великолепный, драйвовый, блестящий звучащий альбом, насыщенный ритм-блюзом, буги-вуги, джам-блюзом и, конечно же, свингом. А свинговать оба, как выяснилось, умеют блестяще. Да еще и чувствуют себя невероятно комфортно в ритме этой музыки. И самое главное, получают огромное удовольствие от ее исполнения. 23 февраля этого года вышел альбом «Свинг Фива». И слушать эту пластинку одно удовольствие. Все треки были записаны в студии вживую. Поэтому создается и впечатление реального присутствия на концерте в каком-нибудь уютном танцевальном зале, где никто не может усидеть на месте ни музыканты, ни зрители. Руд Стюарт начал исполнять стандарты еще на заре 2000-х, превратив свой экскурс в The Great American Songbook в обычное дело. И этот альбом пропитан джам-блюзом, буги-вуги и другими стилями свингующего R&B. По форме он не сильно отличается от альбомов The Great American Songbook, но если на упомянутых альбомах Руд Стюарт иногда казался немного манерным, даже чопорным, то здесь он поет с очевидной улыбкой. Его жизнерадостный звук сочетается с фортепиано, Джулса, Холланда и мощными, энергичными ритмами артистов. Альбом занял первое место в официальных чартах, а для Джулса, Холланда, это его первый альбом номер один, несмотря на почти 50-летнюю карьеру в индустрии развлечений. А вот у Рода Стюарта это уже одиннадцатый альбом номер один в качестве сольного исполнителя, что ставит его в один ряд с Дэвидом Боуэ, Юту и Тейлорсвильм. Список из 13 треков, из которых состоит альбом, это дань уважения к периоду, который, по словам самого Рода Стюарта, тесно связан с зарождением рок-н-ролла. В интервью CBS News он отметил, что рок-н-роллы по 10-х и свинк очень близки, они сливаются. 79-летний Роскер собрал в общей сложности 120 миллионов проданных пластинок по всему миру. Помимо 11 его альбомов, занявших первое место, он выпустил не менее трех десятков синглов, вошедших в десятку лучших в Великобритании. В 1994 году он был включен в «За славу рок-н-ролла» как сольный исполнитель, а в 2012 как участник группы «The Face». В 2004 году журнал «Q» поставил его на 33 место в списке ста величайших певцов всех времен. Адсус Холланд был одним из первых участников группы «Squiz» и с 82-го по 87-й годы вел музыкальную программу «The Tube». С 92-го года 66-летний музыкант ведет программу «Letter» на BBC2. Абсолютно позитивный альбом. То самое, что всем нам нужно. Абсолютно много в названии ПО 21 도 А сегодня все, друзья мои. Всем добра и всем спасибо за просмотр.